Лыж должен научиться прежде всего играть четкими, ровными пальцами, используя те ритмические упражнения, о которых уже шла речь. Он должен уметь вслушиваться в мелодию этого произведения, быстрого. Он должен уметь слушать последние звуки и не торопить их. Что очень важно, представлять в медленном темпе, как эта мелодия прозвучит быстро, пассажная мелодия, и в быстром темпе, играя, представлять ее как медленную кантилену. И вот когда удастся при точности интонации и при хорошем звуке добиться четкости и беглости пальцев, а при беглых и четких пальцах чистой интонации, тогда ученик очень быстро будет продвигаться в техническом плане. И что очень важно, для него это станет не мукой при разборе, а удовольствием. И он будет развиваться очень активно именно в этом виртуозном плане. Ну вот, Антоша, в прошлый раз, несколько недель назад, мы с тобой занимались прялкой. Мы только как бы начали ее заниматься, добились четких пальчиков. За это время ты позанимался, и теперь давай себе представим, как это должно уже быть по-настоящему. Сыграй по 12, но не очень быстро, пожалуйста. Пальчики только не задирай, все пальцы над струнами должны быть. Этот темп достаточно быстрый, пальцы должны успевать становиться. Больше крещендо здесь. Стой прямо, скрипку вверх обязательно. Хорошо, хорошо, не напрягай здесь руку, не напрягай, свободно стань. Теперь я тебе чуточку помогу здесь в правой руке, давай возьмем темп чуть-чуть побыстрее, но очень легкие и очень четкие пальцы. Пожалуйста. Так и хорошо. И сейчас мы немножечко ускорим темп. Ты знаешь, у меня был один мальчик, у которого очень тяжело получалось такое же произведение, оно называется «Бабочки Шера», там такой же принцип. У него были очень тяжелые пальцы. Я ему посоветовал, мне вот неожиданно это в голову пришло, и ты тоже можешь про себя это сделать. Я ему предложил представить себе, что ты играешь, Леня его звали. Представь себе, Леня, что ты его играешь очень легко, свободно, и как бы проговариваешь, не думать про каждую ноту, а вот представить себе вот это движение. Давай-ка попробуй про себя, представь сначала, как это будет. А теперь играй. Мы сейчас начнем дальше с этого места. Теперь, для того, чтобы темп стал быстрее, играй как бы кончиками пальцев, не так, как ты играл вот четко, это надо было делать, а теперь как бы остатками этих движений. Мы сейчас начнем от «фа», и помни, пожалуйста, вот про то, что я тебе сейчас посоветовал сделать. Смелее играй, пожалуйста. Больше крещендо. Разбрасывай. Спокойно. И последний кусок сыграй в еще более быстром темпе. Это будут остатки, кончиками пальцев ты сейчас будешь играть, но внимательными себя слушай. Ты знаешь, вот когда спутники запускают, на земле есть такие станции слежения, вот они за определенными пунктами прохождения следят. Ты помнишь, мы с тобой говорили про это, да? Где ты должен следить, чтобы все обязательно было прослушано. Пожалуйста. Следим. 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 Внимание. Вот особенно здесь. Скрипку вверх. Следим. И легко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этюб Донта Этюб Донта – это другой аспект виртуозной темы. Он написан в первой позиции, и задача здесь не только в том, чтобы добиться четкости пальцев, хорошей интонации и других важных вещей, но добиться гибкости в правой руке, добиться одновременной гибкости при сменах смычка и при сменах струн, которые происходят сразу. Поэтому вначале мы играем по четыре ноты. Здесь это будет показано на очень маленьком отрывке. Добиваемся гибкости вот этих движений, добиваемся хорошей интонации. И после этого мы переходим уже к более быстрой игре. Вот этюд Донта, он сложен не только тем, что в левой руке происходит что-то, но и в правой руке. Очень гибкая правая рука должна быть. Сейчас мы с тобой поиграем по четыре ноты легата, не быстро, и последим за тем, чтобы правая была как змея гибкая. И проследи за тем, что когда ты переходишь на соседнюю струну и берешь первый палец, чтобы четвертый не сходил со своего места. Это довольно сложно, но к этому надо привыкнуть. А теперь по 12 нот, как написано, очень гибкой ручкой, следи внимательно за этим. Внимательно у колодочки. Молодец. Не торопись. Бей пальчиками хорошо. Только очень важно скрипочку поднять. В первой части этюда, в общем, задача проще. А вот во второй части этюда, где появляется усложненная интонация, увеличенные, уменьшенные интервалы, переходы частые со струны на струну, здесь очень важно добиться, чтобы вот эти проблемы интонационные не вызывали скованности зажимов в плечах, в руках, чтобы постоянно работала правая рука, как сердце работает у человека при любых ситуациях, также должна работать правая рука, этот моторчик правой руки. Набирай звук, набирай. Вот так вот. А теперь совершенно свободно, легко и в темпе. Обязательно дослушивай нотки. И весь смычок обязательно. Уже после того, как этюд выучен, он исполняется разными штрихами, в том числе деташе, сатие, прыгающими штрихами. Голову. Освобождай руку. Здесь внимательно. Музыка. 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 КОНЕЦ Упражнения шефчика на смену позиции – это гениальное произведение. Если они расположены правильно, методично и последовательно изучаются, если над ними тщательно работают, они дают просто поразительный скачок в развитии техники ребёнка. Сколько учеников было у меня и скольким ученикам я не давал шефчика, не было ни одного, кому бы это не помогло. Это помогает и в работе над интонацией, и в развитии беглости, и в развитии смен позиций самих. Я даю своим ученикам эти упражнения и стилизую их под произведение Винявского, пассажную технику Винявского, под произведение Паганини и под Кантилену. Обязательно нужно добиться того, чтобы упражнения эти исполнялись красивым звуком в разных темпах. Можно играть их разными штрихами, тогда они принесут просто поразительную пользу. В каждом из упражнений шефчика решается какая-то своя проблема. И здесь мы покажем принципы работы над каждым из этих упражнений. И вот мы наконец с тобой подошли к упражнениям шефчика. Я в своей книжке очень много написал хороших слов про шефчика. Но ты знаешь, это не только мои слова. Все скрипачи мира знают эти упражнения, они очень полезны. Мы с тобой начнем сейчас работать над первым упражнением, одним из самых простых. Давай внимательно. Поставь первый палец, ноту до. И очень легко и свободно. Подвинут ли гадо. Нет, ты знаешь, ты очень лихо начал. Теперь очень плавно, как по льду скользят коньки. Хорошие коньки, острые коньки. Плавная, легкая рука. И внимательно слушай интонацию. Очень важно, чтобы все нотки были кристально чистые. Не торопись, слушай себя. Легко скользим. И теперь, пожалуйста, сыграй свободной рукой. Легко. Сам, чтобы у тебя легко у самого получилось. Голову поправь. Это очень важно. Нигде не напрягаться. Почувствуй, как смычок дышит. Вот. Еще разочек. Еще легче рука будет. Легко. И тем же самым ощущением. По четыре. Опусти руку. Дай ей вздохнуть. И сам улыбнись. Да, чтобы не было напряжения. Так, теперь снова поставили до, нашли, да. Хорошо. Освободи правую руку легко. И по четыре ноты. Вот это лучшее. А теперь по восемь. Правая смела. Не напрягайся. Хорошо. Теперь тоже самое упражнение на соль в струне. Теперь то же самое упражнение на соль в струне. По четыре ноты.